Девушки отдыхают Аминь, аминь, аминь Вижу, силы в нем много Только вот лица чего-то не разглядеть Все, как в тумане Чего еще вижу? Письмо вижу Юр, ты чего погаси? Сворачивайте лавочку, мне вставать в пять утра Чего бы ты, Юрка, понимал? А что тут понимать-то? Предрассудки, пережитки Советские вроде люди А в голове сквозняк А ну-ка, кыш, мракобесы Вот и Егор Петрович Воспитали мы с тобой племянничка на свою голову Да мне она А в письме-то чего было, а? А не успела я разглядеть Письмо Ты знаешь, сколько у меня этих писем? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Степаныч! Степаныч, почту принимай! Почту на столе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Давай, ты так, сюда! А мы вот пятки! Так, ну давай, шусти! Давай! Эй, начальник! Тепло уходит! Ты тому стул, что ли, где-то? Давай, глянь, тупи, подверз, а? Эй! Вот, ваша как бы! Ступай, глянь! Тупай, глянь! Ступай, глянь! Ступай, глянь! Пойдемте. Пойдемте. Нюр, давай к нам. Сейчас приду. Да ты что, Нюр? Ну письмо у меня осталось. Ну давай скорее. Серия Леонидович, вам письмо. Спасибо. А вы один как всегда, да? Ага. Так пойдемте на улицу. Там у Даниловны юбилей. Ну как неудобно. Тем более я там никого не знаю. Ну что неудобно? Вы уже месяц живете и никого не знаете. Я вас познакомлю со всем. Новости плохие. Привычные. Сергей Леонидович, а вы знаете, что на 10 плохих писем одно хорошее? Нет. Вот. Так пойдемте, все. Я вас буду знакомить. Это неудобно. Пойдемте, говорю. Пойдемте. А я вам соседа нашего привела. Вот знакомьтесь. Сергей Леонидович из шестой комнаты. Здравствуйте. Здравствуйте. А это вот Варвара Даниловна. Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья и долголетия. И вам не хворать. Садитесь сюда. Верно. Юр, даже сейчас. Сосед, значит. Меня Юра зовут. Сосед. Ну? За знакомство. Очень приятно. А чего с очками-то? Да старый совсем. Душка каждый раз отваливается. А чего новое не купишь? Ну, к этим привык. Будем странно, а? Ну, что я... Ну, что я... Ну, что я укропчик, ну, неплохо. А? Теплоды... 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 Ешьте. Ешьте, ешьте. Селёночку. Сама сам. Петя. Явился? Прощения пресить будешь? Ну, что ж, давай. Я послушаю. Нюр, я это... Ну, давай, давай. Нюр, а верни колечко. Ну, которое я тебе подарил. Да подавись ты им. Больше на глаза мне не попадайся, понял? Ты не убивайся, ты. Да у тебя вся жизнь еще впереди. Петь хочу, а! Полюбила гармониста, заругала меня мать. Не ругай меня, маманя, развеселый будет взять. У-у-у-у-у! У-у-у-у! И он мне, милый, изменил. И я сказала, ох ты! У тебя всего одна рубаха, да и только из горды. У-у-у! Приходи ко мне на ночь, я живу параде. Субтитры сделал DimaTorzok Все как в ту мою Здорово, паучики Здорово, почтаря Нюрка, не боишься, кусок сын Без присмотра оставлять Кто ж сопрет, все знают, что он Ах, и наивная ты, Нюрка Девки, вам тут рекламация пришла Адресованная Татьяна Светлячкова Я не знаю, кто такая Наш новый юрист Дамочка, так сказать, абстрактный кот Что, некрасивая, что ли? Это с какой стороны посмотреть Доброе утро Всем привет А где Светлячкова могу найти? Светлячкова! К тебе почтальонша Здрасте Ну что там у вас? Вот А еще на ваше имя Бандероль пришла Я ее захватила на всякий случай Там в описи написано, что это книжка По уходу за детьми У вас дети есть У меня нет детей А зачем книжка-то тогда? А вот это вас совершенно не касается Товарищ почтальон Вы без спроса взяли мою личную корреспонденцию А если бы вы внимательно посмотрели То увидели бы Что в адресном поле четко указано До вас требования Мне придется написать на вас жалобу Я же как лучше хотела, чтобы вы потом не ходили сами Я вас об этом не просила Извините, мне надо вернуться к работе О, нелегкая принесла А это кто такой? Да распятый уже приходит Ждет письма из какой-то редакции Имечко такое, знаешь Здравствуйте Аполлонарий Барановский На мое имя должно было прийти письмо Да-да, я помню Из литературной редакции не приходило Странно А по моим расчетам оно должно быть уже у вас Не приходило Понятно Позовите старшую Марья Андреевна Гражданин Вам же сказали, нет письма Ну что вы в самом деле? Его могли потерять ваши сотрудницы А у меня, если честно, к ним никакого доверия нет Я еще вернусь Много себе позволяет Вы забыли Наверное, это письмо Чуваш для вас Простите С коми имею честь Я Нюра К вашему сведению Нюра Это письмо имеет значение не только для меня Но для всей русской словесности Я поэт Некоторое время назад Я отправил сборник своих стихов В московскую редакцию Прошло два месяца И они не ответили С тех пор я написал им еще трижды И по-прежнему тишина И я подозреваю, что это Ваши там Молчат воду Да вы что? Нет, если бы пришло, его бы точно отдали Я как пить дать говорю Я тут уже много лет почтальоншей работаю Я точно знаю Сколько лет? Что я не с честь? Несет она Благую весть И в дождь И в холод И в жару Идет С посылкой по утру Это же про меня Это вы написали? Так Экспромт Пожалуй Я устрою вам поэтический ликбез Вы вечером свободны? День рождения Творческого коллектива Безрук Сергей Леонидович Меня друг позвал Стихи послушать А сегодня, как назло, моя очередь коридоровать Может вырастить меня А я даже не знал, что вы любите стихи Да прям, я в них вообще ничего не смыслю А иногда вот слушаю так красиво Прям заслушиваюсь Вырастить Ну ладно, бегите Просвещайтесь А я вам за это вкусные колбаски достану Спасибо Выхожу я за ворота Я ловлю губами снег Что же это за морока Спать не может человек Я на снег летящий ду Направление даю Потихонечку колдую Дую в сторону твою Снег, наверное, полетел бы Да не может он лететь На тебя я поглядел бы Да не следует Глядеть Кистили хороший, да? Чушь Злободневность на потребу публики Ну, куда теперь? После этого я просто обязан познакомить тебя с настоящей поясью Молчать уж силы больше нету Услышь мои слова, планета Я здесь, чтоб подарить свободу Всем, кто живет под небосводом Свободу чувств, свободу мыслей, свободу в самом общем смысле Падут незримые оковы И воцарится в мире слово Ну, это из раннего Ну, потенциал-то все-таки чувствуется Пусть он не мрачный злоплочился и со стены крыльной серой На перепутье имени и явился перстами Лёгкими, как сон Остань, пророк, и вести нервный Двадцать кило Двадцать кило мыла вынесли из-под носу Тебе свисток для чего дали? Чтобы свистеть! Простите Еще раз такое повторить, цех Вылетишь к чертовой матери Нюр, соединяем Ага Алло Алло Это редакция? Здравствуйте, я вам из Челябинска звоню Скажите, пожалуйста, а вы когда опубликуете стихи Аполлонария Барановского? Аполлонарий Барановский Поэт такой Он вам стихи свои прислал, вы прочитали? Ага Сейчас посмотрим Межгород оплачивать кто будет? А ну я оплачу Так когда вы опубликуете? Я почтальонша А То есть Я подруга его Близкая А А Ну что сказали? Ну сказали, что Они будут его опечатать Потому что он Какой-то граф Графоман Графоман Ну bitte Где Стасья Ребят Зойка Держи Девочке Юрка в цеху мороженое раздает Ну, про нас не забыл? Каждой даме по десерту Держите Главное, чтобы ничего не следилось Ой, Зокер, слушай, ну все получат Вроде я у всех посчитал девушек Ты там не забыл, она же тоже девушка Только она прежде всего инвалид Это же другая категория Тихо Забыл посчитать юриста Ну, ты, Светличкова, не переживай В следующий раз с тебя начнем От сладкого зуба портится Ловко подмечено, да? А, Балыш, тут такое дело В общем, я нашла Телефон этого московского издательства И позвонила им с почты Ну, что, ну ты же звел себя весь А я и хотела поторопить Ну, в общем, они сказали, что они не будут твои стихи печатать Почему-то А мы же знаем, кто сидит в этих издательствах Глупые, ограниченные люди Значит, вот этих молокососов они печатают А меня, видите ли, нет? Вот и спрашивается, а судей кто? Ты только не злись, ладно? Ну, ты тоже очень красиво пишешь Очень И слово у тебя красивое, но Понимаешь, как-то Как-то мудрено все Вроде бы обо всем и ни о чем Так это значит все из-за тебя? Да нет Вот это ты им сказала Кто тебя за язык тянул Туда звонить Какого черта ты вообще туда позвонила Меня не спросясь Туда, а полон Тобой обманываем мы с тобой из разных миров Я словно сокол парящий в небесах А ты? Ты курица Нет Ты колхозная буренка Ты можешь давать молоко и мясо Но никогда, никогда тебе не подняться в небо Без мяса и молока, а полоз тоже не проживешь Сергей Леонидович, вам письмо Ага, спасибо Почему люди такие бессердечные? Ну, наверное Наверное Нет хорошей жизни У меня тоже жизнь и сахар Я же никому зла не делаю Вас кто-то обидел? Ваш друг поэт? Ну, взглядом не сошлись А вот вы Почему не выписываете ни газет, ни журналов? А я не знаю Между прочим, по статистике Советский Союз самая читающая страна в мире Вы знали? Я подозревал Это вам А что это? Ну, вы же мне выручили Это колбаска А у нас вечером танцы в ДК В девять часов Приходите Ну, если надумаете Ну, ты же понимаешь Что? Зарвалось Юрк О, смотрите, кто залетел на огонек Привет Не подумал бы, что тебя можно встретить в таком месте Жизнь полна открытий А ее, с ворот не клади Да, Юрк? Да Дорогие друзья А сейчас прозвучит песня из репертуара Гелены Великановой Два берега А у нас Белый танец Танцуешь? Неужели меня испугался? Да скажешь тоже Ночь была с ливнями И трава в рассе Про меня счастливая Говорили все И сама я верила Ты сегодня хорошо выглядишь Спасибо Ты тоже ничего Ой, там же сейчас футбол скоро начнется Важный матч очень Такой футбол Ты же не против Я знаю В следующий раз Дотанцуем Вот и славно Салют Пошла Здорово, сосед Решил стариной тряхнуть? Да я Это Да там сегодня делать нечего Бабы какие-то неважные Можешь по пивку Обязательно В другой раз Таня Таня Ты на Юрку не обижайся Что он ушел Ну Такое И спасибо тебе, что жалоба не написала Давай молчу потанцируем Словно тень крыла У меня Другого нет Я тебя ждала Так Псо тут хочет танцевать Она И верила Сердцу Вопреки Мы Мы С тобой Два Берега У Одной Реки Все Ждала И Верила Сердцу Вопреки В одни руки больше десяти не даем Будьте добры еще, пожалуйста, с яблочным повидлом Два Товарищи Товарищи Пропустите, пожалуйста, работника почты Пропустите, пожалуйста Я Я сегодня тысячу миллионов писем разнесла Я так умоталась, что ног не чувствую Войдите в положение, пропустите, пожалуйста Спасибо, товарищи Спасибо Спасибо, что цените труд работников почты Мужчина, вы не слышите? Я, между прочим, на работе тоже Небоклуша бил Все стоят И вы стоите Можно? Хорошо Будьте добры Обслужите девушек Яйцурис? Да Два Два скопир Чем тебе это-то не угодил? Ты на пятку проклятого похож Ну, чтоб не висел, глаза не мозолен Данила Кажется, когда Даня сбывается Я его видела сегодня в очереди за пирожками А до этого в бане голым Дожили Она уже за голыми мужиками подглядывает Слава Богу Бабка твоя не дожила Я же не специально И я всего одним глазком Ну, что тебе скажу, Даниловна Там было все так, как ты нагадала Не ор А повременела бы ты с этим мужиками-то, а? Чтоб связь свою опустить А? Еще что Рано или поздно Найдется мой суженый Мы с ним Поженимся Детишек заведем А потом за трудовые заслуги Мне вторую комнату выделят Что, зря она пустует? Вот Денежек поднакоплю И ни в чем нуждаться не буду Мама лучше поднакопила Что? Я говорю, не жир на вторую комнату Не В самый раз Светлячкова Светлячкова Ты чего здесь забыла? План не выполнила? Выпей А вот это правильно Да У всех сегодня Выходной как-никак Ага Мой рабочий день закончился Мы тоже можем себе позволить Верно? Да Повод есть Ты сделаешь мне ребенка Шутишь? Молодец! Ты здоровый, не глупый Да и человек вроде неплохой Хотя, конечно, хорошо это скрываешь Такая наследственность меня устраивает Совсем-то, Танька, умом тронулась Твое дело не хитрое, а А дальше я уже сама разберусь Об этом никто не узнает Обещаю Пожалуйста, помоги мне Там в подсобке трикотаж лежит? Там помягче Добрый день, Анна Михайловна Здрасте Я удивлен вас здесь встретить А это что, тоже ваш участок? Ну, теперь мой Бабульки денежку ждут, не дождутся Вон, пойду разносить сегодня день пенсионный А выйти вот А я просто гуляю Я очень люблю это место Здесь тихо, спокойно Тихо, да У меня такое ощущение, что мы с вами идем По выставке русских передвижников Вот смотрите, там Репин Он Саврасов Ну, а это, это Левитан Тихая обитель Вы видели картину Тихая обитель? Я у передвижников Бурлаков на Волге знаю А, это Репин А я преклоняюсь перед передвижниками Они умели находить Прекрасное В чем-то самом обыденном Прям как вы Да вы чего? Я даже рисовать то не умею Мне Мария Андреевна знаете, как за почерк отчитывает? О, говорит, понаписала всякий каракуль А я бы рада по-другому, ну как Тихо! Не рыпайтесь, а то кишки выпущу Так, подождите, знаете, вот плач держите Только девушку не трогайте, пожалуйста Да вы чего у человека последнего-то забираете? Нелюди, вот вы Тихо, тихо, Аннушка, молчите Теперь сумку давай Чего? Сумку, живо! А сумку не отдам, хоть бы тать будет Аннушка, молчите Э, мужик, давай двигай отсюда Ты не понял, мужик, а? Дядя, домой иди, говорю Дядь, ну ты чего? Смелый какой Домой иди Чего, дядь? Что случилось? Олыч чего какой Дядь! Дядь, ну ты чего? Нехорошо Не жалею Чешем Чешем Ну, вину свое не отдай Ваша Спасибо Не за что Вы? Я Григорий Я неура Очень приятно, Нюр Я не могу Я не знаю, но я не знаю, но я не знаю, но я paintings И я хочу Как за тени затанцуют синие, как хорошо вдвоем с тобою, там где небо видит линии черных дождь. Мне легко с тобой, подруга родная моя, мне легко, и жизни радуюсь оголя, как мальчик, когда вечер затушит линии. Как за тени затанцуют синие, как хорошо вдвоем с тобою, там где небо видит линии черных дождь. Гриш, у тебя много женщин было, погоди, не говори, не хочу знать. Было дело. Ну, было и было. Ты меня на них не жди, жди не некий через две, в воскресенье. Вечали пораньше. Посидим вдвоем, ты и я, Ильши, ну вот и умница девочка. Ильши, ну вот и умница девочка. А ты что тут делаешь? Артель выделила мне свободную комнату. Как? Покажи мне документы на жилплощадь. Ну, это неправильно. Понимаешь? Этого вот не должно быть. Да не волнуйся так. Я соседка тихая, тебя не побеспокую. По крайней мере, пока ребенок не видится. Ты с мужем? Я одна. А как ты будешь без стола и без койки жить? На первое время из общежития привезут. А там я исправлю новую мебель, телевизор, может, даже холодильник. Значит так, если будешь со мной жить, ты должна соблюдать правила. Я люблю правила. Вот. Посуду мы в раковине не оставляем. И дрова для кухонной печи сама будешь покупать. Хорошо. Так, и... Посторонних не водим? Нет. Посторонних можно. Я все поняла. Чего ты перестал-то? А? А это наша новая соседка. У нее ж горбик. Ой, бедная, бедная девочка. Обжились уже? Слушай, давайте знакомиться. Меня Даниловна зовут. Таня. Очень приятно. А это вот, это мой племяш, Юрка. А с вашим племянником мы знакомы. Вместе работаем. А-а. Привет, Юр. Привет. Вот теперь все вместе жить будем. У меня заговор на горбик есть. Если что, приходи. Иди, иди, тетя Варя, я сам принесу. Подышу пока. Ты теперь тут жить будешь? Буду. Ты же ничего тетке не скажешь. Я свое слово держу. Давай я помогу. Да не надо. Иди. Иди, Юр. Сергей Леонид, вы дома? О, я вам порошки принесла. Спасибо. Музыка у вас такая играет. Ага. Хорошая. А вы дома один, да? Ну, да-ка, что в этом плохого? Я привык быть один. Не, я не могу. Я как одна остаюсь, я грустить сразу начинаю. Можно посмотреть? Пожалуйста. Да. Это вы? Вы что, в театре играете? Ну, это было до войны, в прошлой жизни. В опере пела тенором. Когда бы не подумал. Вы не похожи. А сейчас почему не поете? Голос пропал. Хронический фаренгит. Так мёрт, наверное, нужен. Я вам принесу. Так, вы присаживайтесь, я сейчас всё это сделаю. Ну, нет, нет, всё. Мне нужно убежать. Подождите, подождите. Это вам подарок. Смотрите, какая радость. Спасибо, я побежала. Спасибо. Я побежала. Криш, пришёл Родим. Садись, я тебе вот приготовила. Грибочки, пирожки, курочку сама запекала. А меня, представляешь, соседи гулять звали. А я им сказала, что я бы из Гришки своего не вживезти. Батя, честная. Это ж сколько тут? Хватит. Так, я уже Lionel. Я не знаю. Так, я не знаю. Отлично. Так. Гриш, а мне продавщица из-за восьмого два билетика в кино подарила. Вечером в семь часов в Орленке. Фильм про маленького мальчика, Сережа называется. Можем девчонок с почты позвать. Гриш, давай сходим. Ну давай, не зови никого вдвоем. Хорошо. Ну вот. Я пошла. Давай. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нюночка. Я уж думала, что больше не свидимся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А чего вы неласковая такая? Ага. Ага. Крис, ты обещал со мной в кино сходить? Сам? Ага. 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 Говорил же грешный. Эй! Жених! Пора ехать! Жених! Может, он адрес какой-нибудь звал? А по паспорту прописка где? Киркеская, сэр. Да уж, сыграли свадебку. Киркеская, сэр. Нюр, дверь! Дорогая Нюра, прости, что вот так вот исчез. Знаю, что я не сбежал. Разве я мог от тебя сбежать? Ведь я так сильно тебя люблю. Ты самая красивая и нежная девушка из тех, с которыми у меня было. Помнишь, я говорил, что я не смогу без тебя жить? И это правда. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Но дело в том, что я секретный агент. И выполняю секретное задание по защите Родины. И вот как только Родина будет спущена, я обязательно к тебе вернусь. Обязательно к тебе вернусь. Родина будет спущен, я сoy блог. Родина нев BarbOS. Тихо. Родина будет спущена. Горик. Я не стала завтракать. Если хочешь, можешь съесть кашу. Таня. Таня. Чё, опять всю ночь ревела? Ну, а шла о ком реветь? Ой, Господи, чтоб ему пусто было. Приходи к Ане сегодня вечером, посидим, погадаем. Нет. Хватит с меня гаданье. О, гудки есть. Мне сказали, у тебя тут механизм разболтался. Что-то не замечала. Как? Самочувствие? Не жалуюсь. Может, тебе деньги нужны, а ребенку на височке? Мне хватает. Спасибо, Юра. Но со своим механизмом я сама разберусь. Вы, Татьяна, аккуратней с казенным имуществом. Глядишь, и чинить ничего не придется. Чего уставились? Вам заняться нечем? Курица. 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 Как? У нас где? Не знаю. Я уж не еле тут. А вот мне интересно. у тебя душа есть но судя по глазам похоже у меня тоже душа была но только все вышло так получилось так о чем с тобой говорит аннушка она она такая искренне она чистая у аннушки нет ни одной фальшивой ноты ты хоть поднимаешь меня о чем я с тобой говорю мой блохастый брат трезор а я вот понимаю в баньку его своди от мой папа аре хорошенько если не захочет силком прям почти надо как-то как-то его в божеский вид привезти ну кому надо то сама бы и привела с ума сошел я же девушка ну я тогда в баньку пивка возьму ну как я тебе возьму ну как я его в божеский вид то без пивка приведу ну только по одной ну конечно чтобы доставил в целости сохранность да ладно не тарахти все будет нормально да 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 а я пришла музыку слушать вы же меня приглашали вот я пришла это вам это только попробуйте не взять а что вы будем слушать а что вы слушаете чтоб на душе легче стало а что вы берете и пора и и и и и Продолжение следует... 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 Да уходи ж, говорю! Со сторожем снюхалась? Греч! Греч, я тебя очень ждала, очень, а с нему безо всякого интереса была, все, все забудь, пожалуйста, я просто думала, что ты больше не придешь никогда, что просил, только по этому. Греч, я сейчас пойду-то сверну ему уши. Да ты чего, не надо, зачем? Лучше расскажи, где ты пропадал, почему ушел, скучал бы. Да не до скоки мне было, а там, где был, меня уже нет. Мишель знает, ключи смеешь. Вот ты умница, девочка. Мишель знает, ключи смеешь. Мишель знает, ключи смеешь. Мишель знает, ключи смеешь. Дура, ты дура, Нюрка! Каких еще поискать? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну ты и Соня. Криш, я уже столько дел тут переделала. А представляешь, к нам в отделении опять этого дыбенко присылают, почтальона. Он такой бестолковый, он вообще, он не почтальон. Он ничего долгом не умеет, но присылает. Я уже с ним как-то работала. Так. Криш. Криш. Криша. Голги, ты и так голова болит после твоей браги. Хорошо. Гриша. Гриш, только не обижайся, ладно? Пожалуйста. Ну, а все-таки, почему ты тогда ушел? С людьми опасно быть связался. Пропасть надо было на время. Пока ты тут хвостом крутил, а я там дело одел. Свердловский нашел работенку подходящую. А вот квартирку дали. Заселяйся, живи. Свердловский. Свердловский. Тут жить не хочу, люди, тут говно. Криш. А как же... Да ты не переживай. Тебя с собой соберу. Куда я пости? А как же все? Да пропади она, все это пропадом. Вот это все. Получается, нужно же после смены стол накрыть, да? Да, уже да. И всем рассказать. Вот все удивятся, а? Удивятся. Так. Поздно вернешься? Вечером буду. Надо же дело столько успеть. Гриша. Ты же больше не уйдешь, правда? Ты что, с ума сошла? Я только приехал. Куда я уйду? Так, дождись мне, пожалуйста. Обязательно. Ну что ты, родная. Ты это... Купи папирос. Да закончились. Сергей Леонидович! Подождите. Вы куда? На север. Там сейчас люди нужны. Помнить меня будете? Да. Сеге Леонидович! Душка ваша от очков. Это тебе. На память. Да. Спасибо. Гриш, Гриш, ты спишь? Что ж такое-то? Что ж, Гриш, ты спишь? Что ж, Гриш, ты спишь? Гриш, ты спишь, Гриш. Убили! Гриш, ты спишь! Убились! Юра, Юра, что случилось? Гришку убили! Боже, мы как убили? Ты что, ты что говоришь? Юра, ты что убил? Надо милицию вызывать. Нюр, что случилось-то? Гришку убили! Кто? Кто убил-то? Не знаю, кто. В одной, в одной. Один пшик остался. А труп-то где? Где труп? Где? Ну чего там? Юра, ну чего? Все вынесли под часов. Григория нет нигде. Зато имеются следы между собой. Нюрка! Кто тебе сказал, что его убили? Я его надысь два часа как назад видал. Они вытаскивали все подряд и грузили. С ним еще двое толстомордых было. Сказал, что в новый дом все повезет, а ты уж там его ждешь. Мол, переезд у вас. Ну, Григорий, ну, Орел, только попадись ты мне. Так что, по-моему, пусто было. Нюрка. Да ты, да ты радоваться должна, что сама-то жива осталась. И слава богу, что ты не связалась с ним, с этим бандитом. Слышь, Нюр, Нюр, ну, слышь меня, что я говорю-то, Нюр. Но ведь оно уж хорошо все, аж у бога-то не делает, оно уж все к лучшему, Нюрочка. Нюр, вот ты на меня глянь, я сейчас тебе все как есть расскажу. Нюра, Нюр, ты не погай меня, Нюрка, Нюр, ну, посмотри на меня, Нюр. Нюр, Нюр, мы тут это, слышь, собрали тут тебе кое-что, ну, на первое время. Нюра, Сергей Леонидович, когда уезжал, наказал тебе передать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok